всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру в суперлиге за монако в пес 21 это третья серия продолжаются нас борьба во втором дивизионе суперлиги копенгаген бешиктаж латсо сегодняшние наши соперники ну еще два матча по стандарту пятерочку сыграем а ну что поехать играть зданий зданий вы поняли с клубом издание и так состав на этот матч куда мы без бен едера капитана диата фолланд по флангам фабрегас жан-лукас под ними по фона в опорной зоне кайон реки играет с плохой формой но что делать замены пока нет павлович десоси агилар ну или комт конечно же куда без него начинаем кстати у копенгагена тоже схема 4 3 3 я вот не знаю есть ли тут стадион копенгагена вообще домашний не факт что это он нужно такие напишут в комментариях если что ни в коем случае нельзя недооценивать команда из лиг рейтингом ниже чем французская например они нам могут задать жару это уже было продемонстрировано в первых сериях двух я думаю вы в этом сами убедились ну что ж погнали подача агилара но вот эти подачи почему-то у меня летят пока совершенно не точно я уж не знаю с чем это связано диата диата попытался пробить но совершенно не точно мяч полетел это уже сэск примерно с той же точки но тут уже галкипер фаброгаста попал створ неплохо жан лукас на второй темп фолланд нет не добрался до мяча но атака была перспективной и продолжаем креативить на фланге сэск обыгр нет не обыгрывает один в один не купился полузащитник копенгагена на этот финт а это фолл ну давай сэск у меня штрафные пока тут совершенно не летят может быть пришло время попасть опять бен едер убьют по ногам очень много нарушений на себе зарабатывает наш центр форвард ну-ка сэск ну вот же хорошо вот же идеально ну наконец-то 1-0 великолепная траектория от испанского полузащитника от дирижера футбольного клуба монако шикарно не берущийся штрафной удар и мяч отлетел от штанги в сетку никаких шансов у голкипера копенгагена абсолютно никаких красотища так ну примерно с той же точки может быть сэск повторит теперь уже нашего левого нападающего в этом матче диата ударили по лицу желтая карточка копенгаген не справляется с нашими быстрыми нападающими техничными ну да это акцентированный удар локтем цеск цеск ах в этот раз вот от штанги мяч не отлетел створ чуть-чуть точности не хватило кайон реки нет его не пускают диата какая же у него скорость вот за скорость я его просто обожаю диата все-таки нагнали но я если честно нацелился уже завершить за самого диата пробить поворотом и не смотрел на партнеров и как получилось зря ну что ж удачный первый тайм жаль что во второй штрафной от фабрегаса не залетел штанга спасла ворота копенгагена но она один раз сыграла за вратаря один раз сыграла против пока без замен цеск какая передача бен едр 2-0 прекрасно у меня вот с этой зоны лучше всего получается отдавать голевые в разрез то головин это делает то вот теперь фабрегас у нас два дирижера в команде один помоложе другой поопытнее ну филигранная просто передача от испанца гол плюс пас у фабрегаса а мог уже дубль оформить и голевую диата опять сумасшедшая скорость подача бен едр тяжело ему бороться за верховые мячи поэтому я редко подаю в этой карьере когда бен едр в старте у нас по моему пеллегри можно выпустить в эту игру якобса так я все забываю якобс у нас левша давай вместо фолланда и же бель вместо диата всю тройку нападения поменяю ну и капитаном нужно сделать конечно же цеска такой ситуации до левый стик а не правый это пол теперь шанс у копенгагена но нет они разыграли они не стали пробивать поворотом неплохие у них тут атаки наклевываются но защита монако справляется же бель не успевает к этой передаче к сожалению якобсу подарок в дальний угол шикарно 3-0 наверное это лучший матч монако пока в этой нашей карьере разгром копенгагена в гостях и вышедший якобс оформляет третий мяч но тут ошибка защитника конечно начал разворачиваться обрабатывать мяч но я всегда подстерегаю такие ошибки какие сеск отдает передачи вы только посмотрите на это перевод классный был якобс пас на пеллегри пеллегри нет выбили у него мяч заканчивается время матча две минуты добавлено и они уже истекли ну что ж вот это я уже понимаю вот если так продолжим можно будет побороться и за выход в первую суперлигу за место под солнцем за место самыми грандами буду стараться показывать такую игру и в дальнейшем другие результаты этого тура 10 динамо киев поражение от олимпиакоса увы зенит ничья с бенфикой 22 до зенит и динамо киев к сожалению во второй части таблицы в нижней части таблицы от этого никуда не деться ну что у нас 17 баллов до интера например с вели реалом всего лишь три очка до байера конечно пока много 8 матазо выработал стиль от штрафной до штрафной великолепно диата продуктивный вингер здорово вот он сыграл слева да и выработал этот стиль марипан так бейтесь заинтересован в нем но продавать пока марипана я не готов не хочу 13 миллионов между прочим но не отбейтесь нет друзья и я напомню что у нас есть проблемная позиция это левый защитник у нас только один там каю энрике нет ему замены но скауты нашли из рена вот этого товарища под фамилией мауаса и рейтинг него 76 22 года по моему отличное будет приобретение кстати говоря это будет второй уже трансфер из рена давайте что ли приобретем 9 миллионов всего лишь что у нас 77 но вот на зарплату нас мало остается денег я говорил что дисбаланс в этом плане у нас в бюджете есть поэтому настройки все выставил чтобы зарплата пополнялась так ну на один год я согласен принципе наверное за сухарь добавлю немножко бонусы надеюсь он согласится и так друзья у нас матч против бешик таша этой команде напомню уже мы успели проиграть в кубке вылетели в первом же раунде поэтому нужно постараться взять реванш у нас буду в старте потому что увы в очень плохой форме да еще и подустал бен едер якобс жалсон мартинш по флангам жан-лукас фабрагас под ними фабрагас капитанкой чо мини в опорке кайон рике павлович бодиашили сиди бэм защита нюбель на воротах ротация у нас продолжается куда без нее что там по формам кстати меня научили менять формы сейчас попробуем все друзья настроил настроил формы посмотреть теперь у нас вот такой есть комплект все это делается через кит сервер через пробел в этом патче там оказывается не три комплекта больше намного через сервер можно подгружать и вот теперь у нас хотя бы разнообразие есть давайте сыграем вот это вот желтый синий бешик ташу тоже мог настроить там тоже по выбирать различные комплекты но они пусть играют в белом тогда будем максимально различаться матч начался ну что ж я готов к реваншу а вы готовы дорогие зрители мне следа поставьте лайк майрон буду на якобса здорово якобс смещение удар в дальний угол накрывается дамагой вида тут доработал но не он накрывал удар конечно якобс передача здорово сэск но удар так себе плотности не было в этом ударе джан лукас не точный выстрел хорошие позиционные атаки получается у монако в первом тайме но завершающий удар пока очень сильно хромает как красиво играет сэск фабрегас очень элегантно вот так вот можно атаковать атаковать и опять получить гол от бешик таша да что ж ты будешь делать илья и ч 1-0 и вроде бы даже справились но тут заброс разворота просто шикарный не было никакого офсайда вот тут вроде уже справились павлович атаковал другой защитник бадешили подстраховал но отскок отскок в пользу турецкого клуба и илья и ч добавил вот этот заброс просто шикарно нас там каю энрики застрял из-за него не было офсайда да вот бешик таш одну атаку провел и забил легенда друзья сложность легенда все еще она ну и как же как же здесь не отобрали то очень техничные нападающие у турецкого клуба надо сказать разворачиваются здорово уходят наших защитников тут вроде бы уже отбор но нет опять отскок обратно нюбель потащил последние секунды тайма сэск не дадут ему тут пробить завязали заблокировали проигрываем пока 0 1 так хорошо начинали но потом бешик таш на этих своих контратаках получается растерзал нашу оборону получается растерзал так фолланд выходит диата выходит с ними на флангах как-то лучше было до в прошлом матче вот это выстрел вот это пушка 2-0 бешик таш минца и я даже не знаю что тут сделать неужели мы после 3-0 получим 0 3 пас касания ушел от жана лукаса и какой точный удар еще и сильный очень плотный ай-яй-яй 0 2 буду так один отыграли классный прострел от каю энрике и там казалось бы буду попадает в ногу защитнику но все-таки мяч после рикошетов отправился в сетку совсем другое дело фабрага здесь диата дождался подключение каю энрике ну и тот прострелил да здорово здорово буду отклеился майрон еще один шанс но тут галкипер у фолланда не получился пас точным мягким супер сап наш пьетро пеллегри должен сейчас появиться на поле буду рассчитывать на его голевое чутье да павлович так можно и себе закинуть браво нюбель не испугался сыграл головой выбора у него не было в принципе либо гол пропускать либо головой играть но это был бы эпичный автогол от павловича но те кто смотрят карьеры постоянно на канале знают что это не впервые было бы для меня каю энрике нет заблокировали левую ногу не успел подать но зато сэск фабрага спадаст с углового навес попал защитника фолланд здорово но не это удар прям руки в галкипера в руки и в галкипера не в дальний пошел мяч сожалению не в дальний потерял бешик таша пеллегри но здесь запрессинговали его сиди б прострел нет очень много ног попробуй здесь найди человека форме монако ну куда этот пас ни тому ни другому так нельзя играть так играть нельзя ай фабрагас побежал немного не туда а так бы мяч перехватил сэск конечно устал но у меня только три замены не 5 как в реальности так бы конечно свежего головина выпустил жан лукас пытается разогнать атаку перевод на фланг нет на опережение диата играл пытался в стеночку с пеллегри разыграть этот мяч не вышло бешик таш очень здорово обороняется пеллегри идиота разыграли все таки в такой плотной борьбе с такой плотной опекой и до удара довели но пришлось бить слева идиота галкипер потащил этот мяч еще один угловой наверное не стоит подавать подачи не надо разыграть попытаться ну например вон скаю энрике сэск навес ну вот пеллегри нет это фолланд увы чо мини навес но не точно пеллегри был не на той траектории поражение 12 опять с таким же счетом и проигрываем турецкому клубу что ты будешь делать реванша не получилось киевская динамо проигрывает валенсии 02 зенит ох разгромил брагу 3-0 но хоть что-то кстати зенит не так далеко от нас у них 15 баллов у нас 17 теперь обидное поражение конечно бешик таш причем посмотрите они внизу таблицы 17 место но какой же неудобный соперник пока для меня ну что ж мауаса да добро пожаловать в монако 9 миллионов всего лишь трансфер иди сюда вот теперь у нас зарплатный бюджет практически иссяк тут надо его подкопить будет и так дальше у нас друзья латсо один из сильнейших клубов по составу в этом нашем втором дивизионе суперлиги играют они по схеме 352 как видите чиры и мобили и корея в атаке серьезные ребята пепи рейна у них с капитанской повязкой на воротах ну что ж диатабы нидер фолланд у нас выходит впереди головин диоп под ними фуфана в опорной зоне каю энрике павлович десоси агилар и нюбель такой вот состав и выпускаю постоянная ротация у нас продолжается так но форму нужно конечно поменять интересно вот каждый раз нужно через этот гид сервер выбирать иначе форма сбрасывается к сожалению но в принципе мы различимы если они в зеленый сыграют а мы красно-белый поехали ну что ж стадион латсо и начинают они сразу активно в атаку я сыграю от обороны тогда это чаще всего работает корр и удар издалека на месте нюбель какие неприятные отскоки еще один удар латсо опять карре ненавижу когда после рикошетов мяч обратно отскакивает к атакующей команде такие моменты ты не особо контролируешь ситуацию в обороне еще один дальний удар да что ж такое остановили карре хватит уже долбить нам тут поворотом в конце-то концов диоп ох как как латсо прессингует очень-очень серьезный прессинг холланд на диопа который почему-то остановился александр головин хорошая передача на диата 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 идет сам проходит защитника осталось только пробить но тут раду заблокировал александр головин разряжай пушку свою штанга вот и мы ответили дальним ударом чуть-чуть точности не хватило головину чтобы поразить ворота латсо хороший момент очень хороший слева и пробивал до штанга а вот тут павлович не успел накрыть но нюбель справляется много работы у нашего голки пера очень много еще один удар рикошет сколько ударов наверное рекордное количество по нашим воротам за этот тайм никто столько не бил диата на бен едера обратная передача нет вот заре тут в царе перехватывает очень здорово латсо прессингует прямо очень душно выходить из-под этого прессинга тем не менее 0-0 после первого тайма статистика на ваших экранах у нас только удар головина ну а у латсо много ударов карео и других футболистов очень сложный матч пока что агилар фолланд ну что ж по флангу пройдем если бы еще пропустили нарушение еще один удар карео он вообще не задумывается сразу бьет чтобы его не успели накрыть защитники молодец конечно в этом плане ничего не скажешь так якобс выходит направо наверное жан-лукас вместо диопа все таки а ну и жебель вместо диата ох так и хотят нюбелю защитники автогол оформить но пока он справляется с их попытками теперь уже дисоси головой срезал ладно что хоть нюбели нас всегда на чеку якобс чуть назад джан-лукас вот кому отдать все перекрытые чуть назад на фуфана головин каенрики передача на жебеля жебель не торопится с головиным разыгрывать мяч снова жебель каенрики нас тут небольшая карусель на фланге но приходится играть назад нас оттесняют потому что ну реально нет вариантов на обострение головин вот это неплохо жебель от очерби уходит подача бенгидер уже готов был откликнуться но подачи эту прервал защитник александр головин что с якобсом разыграем если позволит конечно позволит куда денутся передача на жебеля удар поворотом рейна намертво александр головин ну разве это не пол но его же держали руками ну судья ну внимательней пожалуйста из-за этого он не смог отдать передачу и там или пробить поворотом головин на жебеля но вот контратака хорошая может быть жебель подключение якобса жебель жебель и пробить бы якобс да чтоб тебя вообще-то время уже вышло но судья дает завершить эту атаку дает подать стандарт латцо луис альберто подача и вот сейчас может быть гол нет все нормально все отбились 0 0 друзья 0 0 в риме ну видно что серьезный соперник конечно наверное один из самых сложных матчей пока что и тут можно сказать небольшой отскок нюбель лучший игрок матч абсолютно заслуженно динамо киев базе 0 0 зенит лиль 22 опять ничейные результаты но и другие матчи на ваших экранах по таблице мы на десятом серединке все так и держимся сложно пока выше подняться пытаюсь пыхчу но как видите не получается зенит все еще рядом 11 место байер латсу как раз на втором вот месте интер это три команды которые готовы перейти в первую суперлигу терье еще один неплохой вариант но я так вообще весь рэн разберу потому что почему-то скауты у меня только из рэна советуют мне игроков и только из рэна ко мне готовы переходить серьезный вингер очень серьезный но с другой стороны у нас предостаточно вингеров пусть они послабее но в целом целом там с этой позиции у нас проблем нет и так динамо загреб следующий наш соперник ливакович у них на воротах с рейтингом 80 не просто будет его пробить конечно же ну вообще добротный состав оршича надо опасаться справа который играет нас выходит желсон мартин жбен едер фоланд фабрагас диоп чуами ним каю энрике павлович бодиашили агилар и нюбель конечно же как видите у пеллегри у диата великолепная форма как и у жанна лукаса это наверное первая тройка будет мною рассматриваться которая должна будет выйти на замену поехали так ливень хорошо ли это плохо ли посмотрим бен едер ну-ка давай попробуем тебя сразу закинуть нет слишком медленно как-то ты забегаешь неплохая подача павлович справляется подбор за динамовцами ух агилар хорошо ушел подача бен едер опять же роста не хватает откликнуться на такой навес штанга вы нас вы нас вы нас вы нас фабрагас по моему вынес а вот у хорватов подачи очень здорово идут на вес левого фланга на ближней штанге выиграл борьбу нападающий пробил к счастью для нас в штангу фабрагас но бен едер ты зря остановился конечно желсон мартинж желсон с дьёпом тут не разобрались не разбежались как надо ну ладно фабрагас к юнрики подача бен едер ну вот тут уже защитник проиграл позицию бен едеру но к сожалению наш форвард не завершил это голом вот и у нас подача прошла снова бен едер ну как вот здесь то под правой мяч все забивали развернулся здорово прессинг сработал у монако опять чё менее перехватил пятка жился на маркинша но все отлично же дьёп ну вот шанс прям голкипера еще один момент еще у монако это уже раскат вошли в штрафную здорово все начинает хромать реализация ненавижу такие матчи когда вроде создаешь вроде играешь в атаке неплохо но не забивается просто не забивается и все цеск здорово бен едер далековато отпустил мяч при обработке это позволило защитникам перехватить желсон мартинш тоже не точно ну почти ведь ну почти почти вот чуть-чуть чего-то не хватает 30 минут до конца матча давайте головина вместо фабрикаса жанна лукаса вместо дьёпа как я и хотел ну и говорил я про пелегри но бен едер очень важен сейчас ладно диата выйдет вместо жился на маркинша какой пас оршич браво браво голкипер кто у нас там снова нюбель же или ликом в этом матче я уже забыл что за ошибки еще не выбирается нужный игрок концовка то за динамо подача ну-ну-ну-ну-ну-ну да нюбель у нас пока в этой серии только нюбели играет он в лучшей форме все и все падают до дождик конечно тут нам не помог по моему наоборот головин бен едер диата бен едер но на головина здорово александр возможно стоило сделать еще шаг в воротам возможно здесь я поторопился возможно повлияло то что я думал это вне игры но вне игры не было удар был точным но голкипер левакович я говорил он хороший вратарь вот он и потащил до ноль-ноль опять же тут наоборот да вот сладца мы если отскочили здесь я атаковал атаковал на забить не вышло ну правда и динамо за игры погрызались левакович лучший игрок матча другие результаты тура киевская динамо проигрывает милану вы зенит ничьяц вели реалом мы на 10 строчки так и держимся 5 побед 4 ничьих 5 поражений а 4 поражения конечно но вот опять первый сезон в пес вечно так одинаковое количество побед ничьих и поражений у меня на легенде когда играешь месси еще и лучший футболист мира друзья не только лучший футболист европы лео юрген клоп лучший главный тренер мира так якобы получил плюс один мио плюс 2 неплохо марипан минус один получил мало играет потому что итак друзья заключительный матч в этой серии у нас против зенита и посмотрите на состав санкт-петербургского клуба дзюба азмун все по-прежнему в нападении кузяев и малком по флангам бареус и аздоев в опорной зоне дугла словарен ракицкий караваев в защите все как надо ну и рыбиков почему-то на воротах не михаил киржаков который в резерве аж ну слабое место это галкипер тут явно клаудиньо новичок в запасе как и вендал собственно но есть кем усилить если что мостовой сутармин круговой частейков киржаков реально только в резерве ну что ж окей окей у нас диата бенгидер фолланд выходят головин жан-лукас фафана кайон рики павлович де соси агилар не убили кстати формы должны быть форма должна быть обновленную зенита да она уже этого сезона как видите так оно и есть поехали газпром арена конечно же заполненная будем слышать кричалки сейчас фанатов зенита ну жаль что у них оборона основная тут даже наверное можно сказать центральные защитники лобран ракицки не такие быстрые возможно это слабое место но слабое место в целом это галкипер наверное нужно побольше бить издалека попытаюсь я но это будет зависеть от того как сложится игра будут ли позволять например выходить на ударные позиции а тут барио сошибся между прочим но прострел не прошел куда размуна успели заблокировать а так бы я думаю был гол сейчас магомед оздоев нюбель справляется бареус малкам смотри как они здорово комбинирует на первых минутах бен едер александр головин бен едер ну что можно уходить караваев тут встречает бен едер зенит очень быстро вернулся надо признать александр головин снова никто не забегает все чего-то ждут чего ждут непонятно жан лукас через защитника агилар подача ярослав ракицкий головин жан лукас ну что еще попробуем подать если позволят конечно агилар воланд оффсайда не было снова агилар передача на головина вот отсюда можно пробить ну-ка но нет с таким ударом любой галкипер справится как же дюба и азмун дюба и азмун разыгрывают дюба с азмуном заблокировали их комбинацию с большим трудом правда бен едер уходит от ловрена но вот шанс возможно бен едер некому отдать вот некому отдать я не знаю вот когда так разгоняемся слушайте давай я попробую все-таки опять это мне не помогало но тем не менее псевдовингеры давай диата ну-ка девятку бы попал сейчас и все рыбиков бы уже не справился хороший пас от головина фолланд бен едер рыбиков справляется опасный момент хорошее смещение фолланда великолепное открывание бен едера в темп сразу удар в касание ну что ж первый тайм позади у нас опять нулевая ничья тяжко играется очень тяжко играется без замен пока а вот это очень опасно ярослав ракицкий у мяча дюба и азмун штрафной подача десоси справляется дуглас скидка опять дуглас ракицкий справа он не будет до аздоев малкам заброс по фона очень технично и очень спокойно главное или нет или нет или нет технично и спокойно да тут же накрыли отняли изобили дзюба 10 держался держался в обороне когда в атаке мало что получалось эти матчи но вот здесь все-таки пропустили максимально идеально безошибочно играть невозможно всегда особенно на легенде когда тебя постоянно прессуют бен едер не дотянется до мяча к сожалению да так ну давай фабрегас желсон мартин и 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 даже не знаю кого еще выпустить давай майра на боду вместо бен едера на что нам делать удар дзюба нюбель парирует ну все как пропустили игры у нас не стало к сожалению да чтоб тебя ну какая-то жесть вообще клаудинио забивает новичок зенита 20 господи ты боже мой вендал и клаудинио как раз вышли раз у да два у да блин я не знаю но почему наши не успевают вечно на подборе сыграть хрен его знает да очень душит меня и соперники игра в этих матчах но ничего не поделаешь это суперлига мать ее фолланд джан лукас против ракицкого чистейший подкат клаудинио классный пас на дзюбу артем против павловича штанга попадает не хватало еще разгрома от зенита разгром от зенита получить между прочим и соседи по турнирной таблице они нас сейчас обойдут а так все хорошо начиналось в этой серии очень уверенная победа над копенгагеном 3-0 дальше все было очень сложно опять вот эти отскоки на угловых ладно хоть какой-то веки мяч остался у нас фолланд на буаду майрон майрон ну тут только вариант был ближний угол бить ну рыбиков опять справляется вратарь с рейтингом 63 тем не менее у нас нюбель я напомню в начале карьеры пропускал такие голы а здесь рыбиков все по красоте делает паброгас передача ну что это именно утка юнрики надо было побежать на траекторию передачи да в этот момент в него мяч угодил вместо обостряющей передачи дзюба убегает от агилара очень легко как это вообще как это возможно и все-таки 3-0 агилар как бы крайний защитник довольно скоростным должен быть да баланс соблюден 3-0 разгромили мы в первом матче этой серии соперника 3-0 разгромили нас в последнем матче этой серии соперники да если сладцы отскочили то здесь уже нам залетало динамо киев проигрывает зальцбургу 24 другие результаты тура 14 мы на 12 место опускаемся лиль милан и зенит нас обходят 19 очков 5 побед 5 поражений следующий матч должна быть ничья у нас будет 555 все максимально ровненько динамо киев из альцбург пока главные аутсайдеры ну и копенгаген конечно тоже но латсу интер и байер стремятся в первую суперлигу таблица этой самой первой суперлиги после 14 туров бавария мадридский реал манчестер юнайтед баруси впереди в наполе уже немножечко начинает опускаться а я-то думал может быть будет сенсация но нет нет сенсации не случится судя по всему порту и шахтер аутсайдеры и арсенал тоже тут в зоне вылета пока что барселона ли он рома тоттенхэм сивили неподалеку но манчестер сити немножко выбрался из зоны вылета пссж начинает выбираться но тут месиво такое что вообще непонятно кто победит конечно тем интереснее тем интереснее ну-ка что там по бомбардирам них криштиану роналду понятно 11 наколотил вместе 8 в пссж забил ливандовский 9 холланд 9 салах 9 понятно голевые передачи что у нас тут кимих 8 главный распасовщик а у нас как там дела бомбардирской гонке алькасар и илмаз излили лидеры дзюба 7 забил неподалеку располагается по голевым ну опять же здесь арнольд из вольсбурга баррелла амери его преследуют наши кайон реки двигали вы нас мало голов поэтому мы тут не претендуем пока на все эти рейтинги кое-как очки то набираем ладно друзья увидимся в следующей серии причем там ведь нас ожидает интер в том числе брюги интер аталанта лейпциг и бенфика ух каждый каждая серия это непростые испытания но буду стараться что тут я и так стараюсь но как видите далеко не всегда получается на легенде вытянуть матчи да я наверное ставлю сейчас в первом сезоне в главу угла не результата наигрывание состава чтобы все приспособились как можно быстрее даже резервисты поэтому такая ротация постоянно если бы я играл одними и теми же они бы уже наверное но дух команды у них был бы уже там 90 плюс возможно было бы полегче но я наигрываю всех вот не забывайте про лайки и комментарии а также заглядывать в описании там ссылка на плейлист этой карьеры где все серии по порядку для вашего удобства расположены группа вконтакте где все новости анонсы и мои посты ну и конечно же ссылка на спонсорскую подписку если кто хочет пожалуйста это помощь каналу благодарность каналу вот всем пока